Лидерам не рождаются, а лидерам становятся. Лидерские качества, их можно просто развить. Я в детстве был застенчивый. Когда к моим родителям приходили какие-то гости, для меня это чужие люди, я настолько стеснялся и был застенчивый, что я просто прятался в другой комнате. Потому что я действительно стеснялся. Когда ты общаешься с людьми, тебе необходимо развивать лидерские качества. Потому что, когда ты работаешь с людьми, ты берешь на себя ответственность. Что такое лидерские качества? Это просто принятие решения, умение держать слово, ответственность, которую ты берешь на себя. Потому что в слове ответственность есть корень ответ. То есть умеешь ли ты отвечать за свои ошибки, за свои поступки. Если ты берешь на себя ответственность, значит ты умеешь принимать решения. Но если же ты нерешительный, то есть ты безответственный, то есть ты не берешь на себя ответственность, значит ты не делаешь шаги. Соответственно, ты и закрываешь себя от новых возможностей. Поэтому то, что есть у тебя, это результат в любом случае ответственности или безответственности. Если ты не имеешь ничего, значит, ты безответственный перед своей семьей, перед своими людьми. Но если ты ответственный человек и можешь взять на себя ответственность, значит, ты можешь принимать ошибки и, самое главное, принимать решения, двигаться вперед. Значит, ты открыт для новых возможностей. Новые возможности дают тебе новые шансы. Новые возможности дают возможность тебе развиваться и принимать другую форму ответственности. Лидеры – это люди, способные решать поставленные перед ними задачи. То есть это люди, которые в состоянии взять на себя ответственность, в состоянии принимать решения. Они в состоянии решать свои задачи. То есть эти качества можно развивать. Первое – это умение принимать решения. Второе – брать на себя ответственность. То есть вот этот лидер и лидерские качества ты можешь развить, как их развил в себе я. То есть нужно уметь преодолеть страх. Страх – это хорошее чувство. Страх – это как яд. В больших количествах убивает, в малых количествах стимулирует развитие. Лидер – это тот человек, который, несмотря на страх, умеет принимать решения и все равно двигаться. Мне тоже страшно. Но я переступал через этот страх. Страхом можно уметь управлять. Можно уметь силой воли переступать через этот страх. Только так ты станешь лидером. Лидер – это тот человек, который может выйти на сцену. Это тоже страшно. Страх публичных выступлений присущ каждому человеку. Но если ты умеешь через это перешагнуть, если ты умеешь развивать в себе эти качества, как в свое время сказал Наполеон Бонапарт, кто не умеет говорить, карьеры не сделает. Но это тоже навык, который можно развить. Чтобы стать лидером, нужно уметь принимать решения. Нужно уметь переступить через страх. Нужно уметь говорить. Все эти стандартные качества, которые являются также и законами успеха, они все развиваются. Если ты постоянно двигаешься, постоянно делаешь следующий шаг, если ты не предаешь свою цель, если ты уверен своей мечте, тогда ты будешь успешным, тогда ты будешь лидером, тогда ты поведешь за собой людей, потому что ты будешь наглядным примером. Идут за вожаком, идут за человеком, который может быть примером, который может показать, который сам соответствует этому. Учись у лидеров, смотри, что делают успешные люди. Учись у богачей, бери с них пример и развивай в себе эти качества. Лидером может быть каждый, успешным может быть каждый, любой может достичь благополучия и богатства. Продолжение следует...